Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем нашу рубрику ответов на вопросы от моей прекрасной ассистентки Анны. Сейчас она задаст мне вопрос, а может быть какие-то свои уточнения вы зададите мне в комментариях. Поехали! Почему парень в отношениях изменяет? Тут нужно, соответственно, чтобы ответить на этот вопрос, обратиться к нескольким причинам, как бы нескольким составляющим этих психологических, ну так скажем, процессов, которые уже запускают само побуждение мужчины на измену. Первое – это глобальное, и это учитывается в первую очередь, первый пункт – это психотип вашего мужчины. Потому что, конечно, если, допустим, это какой-то нарциссическая акцентуация, нарциссический тип личности или, может быть, уже нарциссическое расстройство личности, то, конечно же, естественно, это все завязано на ущемленной самооценке. Мужчине очень важно доказать, что он, ну, какой-то особенный, что он может иметь кучу женщин, и, к сожалению, здесь что-то поделать, да, ну, то есть это все равно, так как нарциссический тип, он фактически пограничен все-таки с нарциссическим расстройством, да, только дело в спектре его выраженности. Мы можем говорить только об общей терапии, то есть если мы человеку помогаем, снижаем нарциссические проявления, то, соответственно, конечно, и побуждения к изменам у него будут меньше. Если мы разберем истероида, конечно, у истероида примерно такая же мотивация. Истероид, ну, он самый яркий, да, какой-то тоже особенный, и иногда мужчине истероиду, чтобы почувствовать свою особенность, нужна не одна женщина, а какая-то толпа. Соответственно, если взять эпилептоиду, взять паранояльного, взять эмотивного, взять шизоида, им, как правило, если это не какая-то особенная ситуация, да, то есть там, к примеру, ну, контекст жизненный нужно учитывать из разряда, если вы сами изменяете мужу, там, или парню, если у вас очень сложные уже отношения, да, по другим каким-то причинам, понятно, что эти типы личности тоже могут изменить. Но какой-то особенной потребности, вот так вот, чтобы он специально, эти люди бегали и искали себе, соответственно, какую-то возможность, да, кучи женщин поиска, такого нет. То есть шизоид, эмотив, паранояльный, эпилептоид, они просто заняты другими совершенно делами, у них, ну, по-другому работает психика, что у них просто нет потребности, их мозг занят другими процессами, нет потребности в поиске, иначе им не хватит психологической, да, энергии на реализацию первичных, там, у эпилептоида это безопасность, там, один из первичных пунктов, да, и контроль, вот. То есть у шизоида это внутренний мир, у паранояльного вообще сверхидеи, ему вообще не до секса, он, в принципе, паранояльный, они, бывает, что, в принципе, ну, у них низкая такая половая конституция, и они не изменяют, и с женой могут толком не спать иногда. Но все индивидуально, конечно, вот. Поэтому, соответственно, здесь вот эти вот моменты с психотипом, это первое, что мы учитываем. Второй момент касательно сексологии. Какой бы мы психотип ни взяли, у любого человека могут, допустим, какие-то даже легкие быть сексуальные девиации или акцентуации в сторону сексуальных девиаций. То есть, ну, допустим, из разряда какие-то легкие половые извращения, кто-то хочет, чтобы его отшлепали, кто-то хочет отшлепать из разряда, или какие-то другие вещи, которые он по той или иной причине, что у него нет контакта с женой, да, психологического комфорта, или с своей девушкой, он долгое время не может реализовать свои вот эти фантазии, свои потребности. Он уже не получает возбуждение от, ну, какого-то классического, да, секса, который у них происходит, и, конечно, тоже, ну, так скажем, вот это вот отсутствие понимания, да, в процессе секса, оно может служить, естественно, поводом для измены, ну, для любого человека, да, или просто, как правило, отсутствие нужного количества секса. И это не только касательно гендера, да, не только касательно мужчин, все вышесказанное применимо и, на самом деле, к женщинам тоже. Вот это два таких важных пункта по поводу измен. Третий, соответственно, пункт, он будет касаться, ну, биохимии, да, то есть нужно не забывать о, соответственно, том, что я всегда говорю вам про окситоцин и дофамин, то есть мужчина привязывается к женщине только за счет, ну, и, в принципе, женщина тоже только за счет окситоциновых эмоций, вот эта дофаминовая и тестостероновая реакция в виде того, что мы описываем как страсть, яркое влечение, да, вот этот вот, может быть, какой-то экстремальный секс там в машине где-то еще или просто какой-то очень страстный секс, это должно быть, но привязка к партнеру происходит за счет окситоцина, тот же самый механизм, когда мама берет впервые на руки ребенка и создается, да, природой так заложено, что создается огромный выплеск окситоцина в этот момент, он и так уже у беременных в норме достаточно, ну, выше, да, и, соответственно, она берет этого ребенка, испытывает еще больший окситоциновый прилив, и окситоцин позволяет фиксировать этот момент. Дальше окситоцин будет выделяться на ребенка, на его, да, ну, как бы на образ ребенка, воспоминания или контакт с ребенком. То же самое и во взаимоотношениях во взрослых. Окситоцин должен выделяться к близкому человеку, вы должны чувствовать эту милоту, теплоту и так далее, только тогда будет фиксация. Если окситоциновая фиксация не произошла, неважно, мужчина это или женщина, ваш партнер рано или поздно будет вам изменять. Если говорить это на обычном языке, нет любви, нет окситоцина, нет любви. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и задавайте ваши вопросы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok